Рычков Подкиселяли Вот единственное, что концовку матча Немного провалили За счет удалений Много было штрафа Классные передачи Классные моменты Капитан команды Один из лучших защитников И, конечно, без них сложно было Учитывая, что После паузы график Такой довольно серьезный Какой там уже гол? Седьмой гол в этом сезоне Приближается он К лучшему снайперу своей команды А здесь еще один момент Но у Локомотива, конечно Момент попасть С него чего стоит Хотя бы этот выход Игнатова Но тут успел Мне кажется, каракулька матча После паузы Не только игра, получается, у аршанцев Но еще и результат Вернулись молодечно Уже у нас игра возобновилась Но ничего Не пропустили Динамо в атаке Передача под ворот И там, по-моему, даже не бросок Рикошли, но Динамо был на площадке Здесь небольшой разрыв У динамоцев между обороной и атакой Хорошая атака Локомотива Бросок и штанга Когда ведешь шайбу по борту Есть риск Ее потерять Передача опасная От Ковгорения Будет ли добивание Один-один Добивание есть Это Никит Мицкевич Первый гол Забивает свой За Динамо В этом сезоне Ее автор Каракулька И тут в касание Поливает прямо Под перекладину Классное попадание Шикарный бросок Десятки Ковгорения Не дали шайбы встретиться И контратака Локомотива Улучшает Все позиции Аршанца Бросок и штанга В 2-2 Как раз Расулов Оставил Пятину И Пятин Ищет Возможно и для него место В составе Тренера Динамо Как раз на них Максим Чубуков А здесь Потеря Вот Аршанцев В средней зоне Опасный момент У Динамо Объезжает Ворота Квартальнов Успевает Отдать передачу А вот здесь Завершающий бросок Только время Потерял Сейчас Получше Все происходит Но без бросков Броски-то Необходимы Вот поливает Елисеев И попадает 2-2 Тарас Елисеев Ну вот Кого не хватало Локомотиву В последних матчах Накатил Пятин Елисеев Бросил Круто Но еще и отметим Конечно же Были Укатил Заворота Там шаг потерял И бежит уже Вперед Динамо И хороший Ой, локомотив И хорошая ситуация С неудобной Задачи посерьезнее Перед началом сезона Говорил Игорь Жилинский О том, что Хотелось бы попасть Напрямую В топ-6 Чтобы избежать Пытается отобрать Чужую зону И сумели это сделать И бросок Поворотом И каркас Ворот шайбы Попадает Этот эпизод Да нет Похоже, что штанга Штанга Попала шайбом Рычкова И это В пользу Динамо Потому что Динамо Дает шайбу Перехватить И вот классный момент Бросок в упор Никулина Козловский С ней встречает Синельников Клавдиев И можно бросать Есть бросок От Сергея Посмотрим еще раз За этим моментом Сергеенко Оставит Клава кичиться Пока Скажу, что близки Они Кулу в основное время Ну как Мелочь не назовешь Ну и вот такой Отскок от борта Тоже Все едут за ворота А шайба Прямо на клюшку К Александру Каракулько Прилетает Ну вот немножко Бросок у нее Не получилось Совсем мало Зона закрыта Но тут уже считанные секунды Остаются добиванием Сейв Козловского И смахивает Дополнительное время Вообще ни разу в сезоне Семь поражений У Динамо В вертайме И соответственно Серии булитов Ковгареня Бросает Ковгареня Вытаскивает Козловский Там еще клюшка Полновалась У одного Из хокистов Ковгареня Еще один бросок И Тимофей Ковгареня Первую победу Динамо Приносит В этом сезоне В дополнительное время У одного из аршанцев Он поехал Ее Менять И в это время Ну преимущество Стало Игорь Ревенко Передачу Ковгареня Отдал Вот здесь Поехал Меняться Игрок Локомотива Ситуация 4 на 2 Ну и Ковгареня Долго не думая Бросил Попал Принес Команде Победу Матч